Знаете, ожесточение это тоже реакция на веру. Бог бы никогда человека не наказывал и не взыскивал за неверие. Но ожесточение это тоже реакция на веру. Потому что когда фараон ожесточил свое сердце, это как раз самая точная реакция на то, что он верил в Бога Израилева. Он видел эти чудеса точно так, как фарисеи и книжники видели. Но, чтобы эту веру исповедать, что вот он истинный живой Бог Израилев, надо переступить через свою гордость. Надо признать, что не я Бог в конце концов, а Он Бог. Для этого человек ожесточается. Ожесточение и гнев против Евангелия, против истины, против верующих людей, это признак как раз самой конкретной веры. Поэтому эти люди понимали, что если уверовать в Иисуса, надо быть последователями Его учения. Для этого они сознательно ослепили глаза свои, ожесточили сердца свои, так что не видят глазами и не понимают сердцу. И не отвернутся от своих грехов, чтобы я исцелил их. И Исайя сказал, тем не менее, многие из руководителей иудейских все же поверили в Него. Но не говорили об этом открыто из-за того, что опасали, что их отлучат от синагоги. Потому что больше любили похвалу от людей, нежели похвалу от Бога. Просто. Все просто. Матфея 3,7. Смотрите, что здесь написано. Это уже серьезнее. Это уже ближе к спасению. Когда Иоанн крестил на Иордане, это был пророк. Божий, истинный пророк. И он говорил так, что пробило даже фарисеев и книжников. Побежали фарисеи и книжники. Слушай, не смотрите на них негативно, пожалуйста. Это люди. Это сыны царствия. Это рожденные искренне для царствия. И они тоже хотели этого царствия. И они побежали на Иордан к Иоанну креститься. Когда же Иоанн увидел, что к нему приходит множество фарисеев и саддукеев, чтобы принять погружение, он сказал им, «Змеи, кто предостерег вас, что вы решили избежать грядущего наказания? Если вы действительно оставили свои грехи и обратились к Богу, докажите это плодами своих праведных дел». Что сказал Иоанн? Почему Иоанн не принял людей? Скажите, они веровали? Естественно, они веровали. Человек, который принимает водное крещение, который прибежал креститься в покаянии, это верующий человек. Он верит, он верит, потому пришел. Но Иоанн говорит, «Для этого вы должны признать себя грешными, для этого вы должны оставить свои грешные пути, для этого вы должны постараться войти сквозь узкие врата». Смотрите, что произошло дальше. Они ушли и не вернулись. Остались ли они верующими? Да, естественно, они остались верующими. Но на Иордан эти люди больше не вернулись. И Лука говорит, что фарисеи и книжники отвергли волю Божью о себе, не крестившись крещением Иоанновым. Они не веровали? Еще раз прошу. Веровали. Веровали. Потому ожесточение, которое постигло этих людей, это результат или реакция на веру как раз. Я сегодня хочу, конечно, пригласить людей на покаяние. На покаяние. Но я сомневаюсь, что есть люди неверующие. Все мы верующие. Но мы параллельно остаемся в грехах наших. И это требует не веры сегодня, а смирения, признания. Библия говорит, что все народы, которые нас окружают, почему они не веруют? Почему, когда Бог, Библия... Я вот Библии абсолютно верю. Я верю святым Божьим Писанием, что это самый точный анализ ситуации, почему сегодня мир не упал на колени и не признал Иисуса Христа своими силами. Библия говорит, что Бог от одной крови и плоти произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Следите. Назначив каждому человеку, всем людям определенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога. Не найдут ли Его, не ощутят ли Его, хотя они далеко от каждого из них. Братья и сестры, Бог в прятки не играется. Что Он вот прячется от людей, а вы ищите Меня, давайте. Я дух, меня не видно. Ну попробуйте. Ага. Ну. Но Бог и не навязывается насильно в отношениях. Он откроется искавшему Его человеку. Но Библия говорит, что когда Бог дал это задание сынам человеческим, чтобы они искали Бога, апостол Павел говорит, что эти все народы отчуждены от жизни Божьей, отделены от Божьей жизни по двум причинам. Он так и говорит. По причине их невежества и ожесточению сердца. Основная причина, почему мир сегодня не хочет склониться перед Христом, но он склонится все равно. Библия говорит, что настанет тот день, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Слушайте меня очень внимательно. Вы будете удивлены тому, что я сейчас скажу. Ни одно колено, которое преклонится перед Христом, включая ангелов, архангелов, небесных жителей, нас, людей земных, и тех, которые находятся под земельем, ни одно колено не преклонится перед Иисусом насильственным образом. Ни одно. Потому что дальше написано, и всякий язык исповедает, то есть признает, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Это будет добровольное признание. Каждый из людей, когда-либо существовавший на земном шаре, придет к заключению, добровольно преклонив свои колени и признав, что ты Бог Иисус Христос спаситель, но будет, увы, too late. Почему же сегодня мир не обращается? Поверьте, сколько раз, встречаясь с людьми, ты задаешь конкретный вопрос. И люди уходят от вопроса, они ухищряются, как мы читали позапрошлый раз. Бог сотворил человека прямым, но люди уклонились во всякие хитрости. Люди не идут к свету, чтобы не обличились дела их, потому что они злые. Но в этом и состоит суд, что свет пришел в мир, и человек должен идти к свету, чтобы его жизнь поменялась, чтобы подвязаться, войти сквозь тесные врата и унаследовать вечную жизнь. Не убегайте от этого. Нам некуда убежать от этой истины. От этой истины есть одна дорога, это в ад. Потому я хочу сказать, что по причине ожесточения сердца люди сегодня не приходят к Богу. И не надо говорить, что у людей нет веры. Матфей 3,5, Марк, простите, говорит, Иисус воззрев на них с гневом и скорбя об ожесточении сердец их. Английский перевод говорит, he felt very sad because they were stubborn. Иисуса огорчало не то, что они были неверующие. Иисус, ну понимаешь, я вот не верю. Но Иисуса огорчало, что они были stubborn, то есть упрямые. Перед ними совершались факты, прозревали слепые, хромые начинали ходить. Масса доказательств. Он говорит, не верите мне, верьте делам моим. Не верите этому, на вас свидетель Моисей. Посмотрите, на каждом шагу сбывается то, что вы читали обо мне в пророчествах. Почему вы не верите? Мы подходим к концу. Смотрите, вот эта религиозная субкультура, которая окружала еврейский народ, она была очень серьезной зоной комфорта.